Игорь Геннадьевич, можно Ваш короткий комментарий по игре? Что по игре сказать? О ком? Мы его по делу. То, что мы беззубо начали игру. Много... Все время мы подборов проиграли. Некоторые решения в защите на линии были неправильны. Можно все, что угодно говорить. Ну, это, прежде всего, я на тренеру. Коллеги, прошу Вас представляться и задавать те вопросы, которые Вы хотели бы. Юрий Геннадьевич, Артем Сокольников, издание «Время Баронежа». С трибун показалось, что «Факел» эмоционально еще до старта проиграл «Экро». Но это, опять же, показалось трибуну. Но, опять же, показалось, что команда не очень хорошо была готова к фокусу этого «Газона». А Вы, как эти два компонента оцениваете? Эмоциональная готовность и готовность к эгреевым на этом году? Ну, то, что было перед игрой, насчет эмоциональной и психологической факторов был. Нормально, в команде. Может, показалось-то. А то, что к полю. Ну, а кроме того, знать, на поле. Первое слышал, что на поле винит. Что пули для кого-то хорош, а для кого-то нет. Поэтому, и, прежде всего, это поражение наше. Коллеги, еще вопросы? Владимир Скунов, 4-1. Расскажите, пожалуйста, Игорь Геннадьевич, в перерыве Вы что посоветовали футболистам играть в атаку? Продолжать стараться забить гол, стырки выиграть? Поэтому, в свободной зоне, как появились, Антон, можно так? Прежде всего, сзади, на ноль, надо было сыграть с оружием в обороне. Аж у меня с один игрок. Это для нашей команды очень много. То, что прям установка была, забить гол. Нет, мы старались искать свободный зон и быстро сбегать в контратаке. Только такой был план во втором тайме. Коллеги, еще вопросы? Да, Александр. Александр Протхов, Александр Черноземный. Игорь Инащич, скажите, пожалуйста, по Вашему мнению, ошибки, в том числе, которые привлекли к удалению, это больше психологический фактор игроков или физика? Ну, насчет физики, то я бы сказал, что команда не готова. Физически готова помогать, потому что они и под контролем медицинского штаба всегда. То, что удаление. Ну, удаление бывает. Может, хотел сразу мячик отобрать, но тоже винить его в этом. Там игрок очень хорошо поставится. По большому счету хитро свер. Сопередник игрок. Вопросы? Да. Александр Протхов, Александр Черноземный. Игорь Инащич, стадион новый. И насколько он успел к ним прийти? Вообще, как оцените ту атмосферу, которую сегодня болельщики подарили? Может быть, это было как раз излишнее желание у ребят? Я бы так сказал. Я бы не сказал, что излишнее желание. Потому что здесь ребята не первый год играют. Они знают, какая поддержка здесь. Воронеже. То, что на центральном стадионе. То, что здесь. Нам больше похоже на футбольную атмосферу. Тут должно еще улучшить. Так что я хочу большое спасибо сказать болельщикам. К сожалению, не оправдали их надежды. А что у нас тут это делать? Только работаем дальше. Исправлять ошибки. Коллеги, если есть завершающий вопрос, давайте зададим его. Давайте. Дмитрий Волгин, сайт Вариш1.ру. Учитывая, что по прошлым сезонам, можно сказать, что Галдарфакева не сильно стеснялась увольнения тренеров в первых турах. Чувствуете ли вы, влияет ли на вас то, что у вас возможно, но не так остается много времени на то, чтобы начать. Дать внимание, я не обращаю, что это руководство в проекте делать. В любом случае. Какое, не решение принято. Какое будет, а сколько осталось? Две игры, одна, пять, десять. Это не мне решать. Коллеги, спасибо вам. До свидания.